Браконьеров, промышляющих незаконным выловом рыбы, решили наказывать строже. Сумма штрафов за незаконный промысел вырос в десятки, а то и сотни раз. Нарушителю рыбоохранного законодательства грозит не только многомиллионный штраф, но и головное преследование. Это касается не только губителей живого, браконьеров с электроудочкой и взлетчаткой, но и тех, кто отправится на рыбалку раньше 1 июня. Браконьерские снасти разных видов объединяют одно. Они, не калечат непойманную рыбу во время нериста, нарушая биобаланс водоема. Для нериста у нас в основном территория по Чардаре закрыта. Это от сброса Куркелес до границы республики Узбекистан. Это круглогодичное закрытие для нериста. Туда входит от корейского со стороны Джицая, со стороны Сарагача это река Куркелес и до границы Узбекистана. Круглогодичное закрытие для нериста рыбалки. Это изменение произошло с 1 апреля нынешнего года. Для этого было сделано биологическое обоснование и проведена экологическая экспертиза. И все материалы переданы были комитет лесного хозяйства животного мира. И согласно этому, этого биологического обоснования были эти изменения. Незаконной в этом году остается и весенняя охота. Количеством пернатых обеспокоены и власти, и лесники. В итоге все поддержали запрет. И если разрешение все-таки будет, то не раньше будущей весны. В этом году было проведено биологическое обоснование комитетом для открытия весенняя охота. Но в данный момент биологическое обоснование уже все выполнено, но пока мы с ней получены экологические экспертизы. После возможности, после этой экологической экспертизы на 2021 году надеемся, что мы откроем весеннюю охоту. Но пока мы с ранее такая ситуация. Конкретно что-то озвучить сложнее получится. Как мы понимаем, этот ЧС находится про коронавирус, и могут заразиться животные. Из них в основном весенняя охота у нас это перелетные птицы, селезни, утки. Так что у нас это все под вопросом стоит в данный момент. С введением новых поправок в уголовный кодекс предусмотрены жесткие санкции. Не только за незаконную охоту и ловлю рыбы, но и вырубку лесных насаждений. Шекер Умаров, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРР.